Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас просто сборная солянка. Крылышки новые. Они немножко поменьше размером. Надеюсь, они не настолько острые. Я, кстати, даже не пробовала. Пельмешки отварила. Мои любимые. Глупцы. Пить мы сегодня будем колу. Вчера я поздно уснула, потому что читала книгу. И вы знаете, это самая полезная литература за всю историю того, что я читала. Хотя я училась на экономическом. И вот очень жалко, что у нас в универе не было таких авторов, которые так просто излагают элементарные вещи. Вот я когда училась в универе, когда читала литературу по экономике, я реально ничего не понимала. А в этой книге просто все настолько просто изложено. я верю в судьбу. В том плане, что я собиралась купить машину. Я прям ходила, искала. Не находила нужный вариант. Я даже влог вам снимала. Огромный влог есть. И я даже хотела купить одну машинку. Просто мы с хозяином не договорились о цене. Это была Кио Оптима. Но после прочтения этой книги я поняла, что я делаю неправильно. То есть последние деньги отдавать на машину это совершенно неправильно. Эти деньги можно умножить вдвое. Но как это сделать, изложено в книге. Реально прям в нужный момент эта книга у меня появилась. Я ее даже купила по полной стоимости. О чем ничуть не жалею. Сейчас вроде как на нее скидки пошли. Но я купила по полной стоимости. Если вам интересно какие-то основные аспекты я вам обязательно расскажу в каком-то отдельном мукбанке. Правда я не знаю. Можно ли об этом так говорить? Потому что все-таки книга в продаже. Я ее еще не дочитала, кстати. Совсем чуть-чуть осталось. Это просто лучшее вложение, которое вы можете сделать в себя сейчас. Она по-любому заставит вас задуматься. И вы хоть немножко станете богаче после этой книги. Просто эта книга она учит вас куда вкладывать, что выгодно. Я, например, приведу элементарный пример. Я раньше думала, что вот, например, деньги чем дома хранить лучше хранить в банке. Я думала, я тем самым зарабатываю. Но инфляция-то гораздо больше, чем предлагает нам банк. И в этой цепочке проигрываете только вы. А вот куда вложить? Там как раз все это изложено. Обалденная книга. Я вот-вот собиралась покупать машину, но прочтение этой книги заставило меня задуматься. И я нашла для себя несколько способов заработать деньги с помощью этих денег, которые у меня сейчас есть. Ну, в общем, если вам интересно, я могу в следующем видео подробно рассказать об этом, что, как, почем. Что именно изменило в моей голове? Я просто не знаю, вам интересно. Некоторые в комментариях уже интересуются, что за книга. Какие пельмешки. Чуть не забыла. Рецепт на пельмешки обязательно оставлю в инфобоксе. Рецепт на голубцы тоже. Я больше люблю голубцы из листьев винограда. Это из капусты. Тоже вкусно. Но здесь, знаете, самое главное выбрать хорошее мясо. Хочу зачитать историю своей подписчицы. Длинная достаточно история. Сейчас я вам ее прочитаю. Привет, Айка. Прошу отзвучить мою историю, пожалуйста. Я встречалась с парнем 9 лет. У нас были идеальные отношения. Никогда не ругались. Но в один Новый год он неожиданно украл свою одноклассницу и сыграл свадьбу. Притом мы даже не ругались. Он просто ушел со свидания со мной и украл ее. Я его заблокировала. При случайных встречах не здоровалась с ним. И так 4 года. У меня даже появились новые серьезные отношения. И вдруг я даже сама не знаю как я опять начала общаться с бывшим. Как только жизнь налаживается, бывший появляется. Это просто закономерность. И у нас такие отношения, как были до его женисьбы. Мы никогда не поднимали эту тему. Он ведет себя так, будто не женат. И вовсе. У него есть один ребенок и о нем мы тоже никогда не говорим. При всем при этом я его ненавижу. Каждый раз, когда я прихожу домой со встречи с ним, я плачу от его подлости и от нашего бессилия. Я не понимаю, какие небеса ему помогают, что я до сих пор с ним, при том, что вообще этого не хочу. Мне 34 года. Я ужасно боюсь остаться одна. Без семьи и детей. Живу я в маленьком городе. У нас здесь даже психолога нету, чтобы помог. Реально ситуация очень необычная, интересная. История действительно необычная. Но я считаю, что зря ты идеализируешь его. Если он... Давайте смотреть здраво на эту ситуацию. Когда он бросил тебя и украл свою одноклассницу, пошел женился на ней, тогда он уже сделал свой выбор. И после этого, на мой взгляд, не стоит с ним общаться. Надо просто начать жизнь с чистого листа. Как-то отвлечься, чем-то заняться. Женатый мужчина это не ваш мужчина. Запомните. Даже не стоит его уводить из семьи. Зачем тебе оно надо? Если даже это случится, завтра он также может поступить и с тобой. Возможно, он параллельно общался и с тобой, и со своей одноклассницей, и выбрал потом ее. Откуда ты знаешь? Если бы тебе было бы 18-20. Ладно. Но когда тебе уже 34, ты должна трезво оценивать ситуацию. И вот эти эмоции, которые мы испытываем, это в какой-то части самовнушение. Мы идеализируем человека. Потому что он нам нравится. Вообще, я немножко не согласна с теми людьми. Возможно, вы тоже будете не согласны со мной. Некоторые, например, девушки говорят, вот сейчас мне хорошо, это достаточно. Что будет дальше, я не задумываюсь, я живу сегодняшним днем и так далее. Вот я с такими вещами не согласна. девушка всегда должна смотреть наперед. Если ты не понимаешь, есть ли у вас будущее или нет, если мужчина тебе ничего не обещает, просто разворачиваешься и уходишь, как бы тяжело не было, как бы больно не было. В мире очень много разных мужчин, разного характера, не знаю, темперамента, всяких. Сейчас есть интернет, сайты знакомств, познакомься с кем-то, как-то развейся. мир не крутится вокруг одного человека. Я, конечно, понимаю, что советы давать легко, когда сам находишься в такой ситуации, достаточно сложно отпустить, но варианта другого нету. Просто сидеть и ждать у моря погоды это тоже не вариант. вообще не вариант. Тем более, если у тебя нету ни семьи, ни детей, то есть тебе это еще все строить. Вот некоторые мужчины говорят, вот женщины только хотят замуж. Мужчина может завести ребенка и в 60, извините меня, и в 65. у нас у женщин есть какой-то продуктивный возраст, тем более, ты хочешь семью. Одно дело, ты не задумываешься об этом, а другое дело, ты сама пишешь, что я боюсь остаться одна без семьи, без детей и так далее, а время идет. Как бы мужчина получается и с вами общается, и со своей семьей общается, его все устраивает. А устраивает ли это вас? я считаю, что эти отношения очень долго просто тянутся и тянут вас вниз. Возможно, за этот период вы уже бы забыли человека. любые отношения забываются. Любые. Самое главное настроить себя. Естественно, нужно время. Для меня, мне кажется, по крайней мере, я так думаю, чтобы забыть, например, человека, мне надо хотя бы полгода. если я начну новые отношения, это будет какой-то бред. Займись собой. Начни чем-то интересным заниматься. у меня просто один совет. От женатого убегайте. Даже если он разведется, во-первых, это большой грех. Зачем вам? Ребенок останется без отца. Во-вторых, этот мужчина, который изменяет своей жене, завтра будет изменять и вам. Зачем такой мужчина? Понятное дело, что сложно. Тяжело. Даже я бы сказала, проще, когда тебя бросают. Потому что, когда тебя бросают, ты в голове у себя думаешь, что вот я не нужна человеку. Зачем он мне? И как бы перекручиваешь это все в голове. А когда уходишь ты, ты все-таки думаешь, а может, я сделала неправильно. А может быть, стоило подождать. Что-то бы, возможно, поменялось. Вообще, если вам больше 25 лет, мне кажется, при знакомстве с молодым человеком, мое личное мнение, там вы будете общаться 3 месяца, 4 месяца, уже надо посадить рядом человека и спросить, куда мы идем. Если человек вам скажет, я пока что не готов, я не знаю, я пока что ничего не хочу, давай не будем загадывать на будущее, да мы всего с тобой общаемся, ничего, шлите нафиг. Одно дело, когда вам по 17-18 лет человек так говорит, ну это понятное дело, человек еще не состоялся, но когда вам 25 плюс и человек просто водит вас за нос, не надо ждать 3 года и стесняться задать эти вопросы, задавайте их вот прям сразу. А вы обязательно пишите ваше мнение по поводу этой ситуации в комментариях. Всех люблю, с вами была Айка, было очень вкусно, всем пока.